Привет друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман И сегодня давайте с вами сделаем выпуск И я постараюсь ответить на те комментарии, которые были в прошлом видео Хочу поблагодарить вас за такое большое количество комментариев и за теплые слова Нам было очень приятно И я всем передал, и Микки, и Карен, и все сказали спасибо за такой теплый прием, наверное И знакомства на нашем канале Так как в комментариях вопросы повторяются То на самые распространенные, на самые частые комментарии Давайте я сейчас попробую вам ответить Итак, начнем мы с того, какие повреждения получила лодка Мушу На самом деле для такой спасательной операции Эти повреждения практически, можно сказать, и не существуют Давайте я вам сейчас возьму камеру и покажу более детально Результаты нашего столкновения с Кашасой Вот такая вот тут есть у нас маленькая цаточка Это то, что видно тем, чем мы заехали Ремонт вот этой вот штуки, цаточки, которую я вам показал на борту Я купил гель-код Блан И просто возьму и замажу И будет просто нормально опять восстановленный гель-код И вот вторая история Вот видите, этот кронштейн, крепление мотора Тузика Вот здесь снизу есть трещина Вот она Вот это вот второе повреждение Потом где-то мы будем на Сан-Мартене, наверное, подниматься я хочу Я хочу покрасить дно антиобразтайкой Поэтому сварка, ну я даже не знаю Я думаю, что цена вопроса гель-код плюс сварка Там до 50 евро суммарно обойдется Поэтому сильно переживать о повреждениях не стоит Потому что повреждений, в принципе, для такой операции, можно сказать, и нет Теперь касательно прибора И джойстика Док-н-го Под самой ручкой Сам джойстик там, где стоит У него есть такая клеммная колодка Которую залила водой И я просто открыл Все провода промыл Пробрызгал их контакт-клинером Собрал обратно, заизолировал Все запустилось, все работает И, естественно, запустился также экран Поэтому здесь проблемы никакой нет Ну а так, вроде, повреждений больше нету никаких Каких-либо повреждений, связанных с буксировкой, у нас нет То есть мы сделали специально так Мы подготовились И сделали заранее Таким образом, чтобы убрать нагрузку с уток Поэтому у нас утки в хорошем состоянии Никаких повреждений внутри нету Они не болтаются То есть в этом плане Нам просто, можно сказать, повезло Хотя везение – это результаты правильной подготовки Следующий вопрос Почему Ира не поехала с нами? А Ира не должна была с нами ехать? Это наше решение Мы собрались и пошли То есть все, что от Иры требовалось Это просто она сообщила нам О том, что у нее такая проблема Когда мы брали у нее интервью в прошлый раз Дальнейшее – это абсолютно наше решение Я ей сказал, что мы идем за лодкой И, собственно, все Поэтому Ира не должна была в этом участвовать Сколько нам заплатили за эту спасательную операцию? Друзья мои, я хочу сразу вам объяснить Что эта операция была сделана совершенно не из-за денег Любое действие, которое делается нами Оно имеет под собой определенные мотивы Но всегда это сводится к тому Хочу я этого или нет Если я этого не хочу То ничто меня не заставит Выйти с моего любимого и удобного места Для того, чтобы идти через океан Рисковать лодкой, кого-то спасать Мне это не нужно Зачем? В этом случае я должен этого захотеть Сколько заплатили Я не считаю себя бедным человеком Для того, чтобы мне нужно было платить За то, что я хочу делать Если я хочу что-то сделать Я делаю Если я не могу себе это позволить Значит, я тогда говорю прямым текстом Я не могу себе это позволить Мне нужны деньги на эту операцию Но в данном случае Это исключительно мое решение Нам ничего не заплатили Как и всей команде Которая участвовала с нами на переходе Это абсолютно волонтерское мероприятие И вообще данные вопросы Касательно вот такого вот меркантилизма Я считаю, они в принципе Недостойны появления на моем канале Потому что это ниже моего достоинства Брать деньги за спасение Или за помощь другим людям Если появляется такая ситуация Я просто говорю Нет Почему нельзя было вызвать буксир И профессионально на коммерческой основе Притащить эту лодку на Мартиник Стоимость такой операции С использованием коммерческой техники Обойдется от 30 до 50 тысяч евро Я считаю, что в данном случае Абсолютно нормальное решение Когда появляются люди Которые в состоянии помочь И нужно понимать рентабельность Насколько после того Как эта лодка будет спасена Насколько это имеет смысл Для данной лодки Нужно учесть стоимость лодки Стоимость ремонта Стоимость транспортировки В Европу я не уверен Что если это все сложить Есть какая-то вообще принципиальная Рентабельность данного мероприятия Почему вы не включили ходовые огни На Кашасе И зачем отключили АИС Вы знаете, когда вы находитесь в море Лодку болтает, качает Вы прыгаете на лодку Иногда некоторые решения Кажутся оптимальными В связи с этим Был отключен АИС Но, как вы уже все поняли И мы поняли в процессе АИС не надо было отключать Поэтому мы его потом включили Касательно ходовых огней Они просто не работали Одного огня не было вообще А второй просто не светился Естественно, мы бы их включили И я так понимаю, что они и были включенные Когда Ира оставила лодку Просто в связи с тем Что лодка долгое время находилась на воде Может быть что-то случилось Там перегнили контакты Или он просто отвалился Потому что когда падала мачта Его там отбили Ну, в общем Их не существовало В принципе, поэтому мы на мачту Повесили блинкер Который мы используем Как наш аварийный якорный огонь Оно мигало Но мигало только в одну сторону И нам ее было видно Если лодка разворачивается То блинкер мигал наружу И нам этого было не видно Поэтому была проблема С поиском лодки ночью Но, тем не менее Все сложилось удачно По морским законам Все, что найдено в океане Это ваше Как вы поделили эту кашасу Поделили вы ее на четверых Друзья мои Я за кашасой бы Просто ради наживы В океан бы не пошел И я бы не занимался ничего Я бы лучше провел спокойно время Где-нибудь сидя на мартиник Попивая ром Или стоя в сантане И купаясь Если мы это сделали Значит были какие-то Совершенно другие мотивы Более высокие Мы ходили за лодкой Иры И принесли Привезли обратно Лодку Иры И только в этом ключе Я вам рекомендую Рассматривать все это мероприятие Почему вы не спустили тузик Вот я бы например Спустил тузик Ну мы сейчас не будем Вдаваться в подробности И комментировать Я бы сделал лучше То есть Если люди в моей команде Мы принимать можем решение Сообща Если люди не в моей команде Мне эти мнения Это на самом деле Не имеет значения Итак Почему мы не спустили тузик Потому что на такой волне Когда лодка болтается Вот так вот Чтобы спустить тузик Нужно его поднять на фале Вытащить за борт Протащить его тузик по лодке Вытащить его до состояния Когда его можно поднять Потом его поднять И опустить на воду Так вот При вот такой вот качке Это сделать невозможно Вы поломаете леера Вы поломаете Я не говорю Что там можно проколоть тузик Я не говорю о том Что этот можно тузик Развернется мотором И ввалит Там вывалит Какие-то окна Разобьет гель-код Разобьет мотор Помимо того На такой волне Может что угодно случилось Тузик может перевернуть Он может там Залить его водой Он может заглохнуть Что угодно может случиться В конце концов При высадке На другую лодку Человек может выпасть Точно так же Как и с нашей Но учтите Что тузик внизу А лодка болтается сверху И под тузик Может ударить Может травмировать человека Спасать еще дополнительно Человека и тузик Это намного сложнее Чем если даже Микки бы выпал с борта Я бы его в любом случае Поднял Потому что среди Членов экипажа Есть такое понятие Как доверие То есть если я что-то делаю Я доверяю другому человеку Если со мной что-то случится Я могу быть уверен Что этот человек Спасет меня Так вот В нашей спасательной операции Было абсолютно У всех такое понимание Если бы Микки Вывалился за борт Я бы его в любом случае Вытащил Несмотря ни на что Но спустить тузик Это еще только половина дела Вам же этот тузик Нужно потом еще На лодку поднять Поставить Слишком много усилий И слишком большие риски Для того Чтобы этим заниматься Намного проще И намного безопаснее Сделать так Как сделали это мы Почему мы сразу Не передали Микки веревку Это и был план Просто мы не знали Как будет Какое состояние моря Насколько у меня получится Близко подойти И когда мы подошли Близко Если бы Микки прыгал У него была эта веревка Если бы он выпал Или уронил эту веревку У нас там находятся винты У нас находится радар Для меня это были риски Мне намного проще Подойти еще раз Там каким-то образом Ему эту веревку бросить Чем получить Риск Заглохнуть И намотать На винты Веревку Которая находится Рядом с другой лодкой Тогда были бы Повреждения И риски Совершенно Несоизмеримы Поэтому я считаю Что если бы сейчас Мы проводили Такую же операцию Мы бы ее сделали Точно так же Далее Почему на кашасу Не повесили мотор Который был у вас на тузике Она могла бы Пройти своим ходом Ну в теории могла бы Но не нужно забывать Что на тузиках Мотор идет с коротким шафтом То есть у него низкая нога Это было бы неэффективно Для использования На кашасе Плюс На ней не предусмотрено Крепление мотора То есть нам нужно было бы Там как-то изголиться Взять Может быть найти Какой-нибудь там Сварочный аппарат Может быть там Что-то приварить к ней Там или прикрутить в пластик Короче Это все бредовые идеи Намного проще Было ее просто Транспортировать Плюс не забывайте Что мотор Который Ямаха Вот этот Он жрет как просто жесть И на нем дойти До 300 миль Это нужно было бы Тащить сзади бензовоз То есть нету такого ресурса Поэтому Это утопическая идея Которая очень далека От практической реализации Следующий вопрос Который Меня больше всего Радует Почему Дина матерится А хули ей Не матерится Если ситуация Вот такая Вот как у нас была И хули ей Не матерится Если ей Очень хочется Материться Ну Давайте Здесь копнем Немножечко поглубже Есть люди Которые Этим недовольны То есть Это Я могу понять Но Мотивы Мы сейчас Рассмотрим С вами Более детально Но я хочу Вам дать пример Вот представьте себе Вы идете по улице Идет пара Парень с девушкой Вы подходите К парню И говорите Слушай мужик Я смотрю на твою девушку И она не соответствует Моим ожиданиям Какой должна быть девушка Ну что за это будет Я думаю Вы понимаете Но собственно Кому Какое дело Что делает Дина Вам не нравится Не смотрите Вам нравится Смотрите В чем проблема Если Дина Ругается Значит была ситуация В которой она ругалась Когда ситуация есть Мне ругаться Я ругаюсь И мне в принципе Глубоко похуй Нравится это кому-то Или не нравится Поэтому с этим Придется Вам Смириться Мы смотрим Ваш канал С детьми Почему дети Должны Слушать Всякую Ненормативную Лексику Друзья мои Я вам хочу Рассказать Немножечко Более детально Касательно Ютуба Когда вы едете На машине И проезжаете На красный свет И говорите Да блин Все вокруг Козлы Блин Этот свет Не в тему светил И я решил поехать Вы нарушаете Законодательство Так вот На каждом канале Ютуба Есть такие Установки Которые говорят О том Про детей Этот контент Для детей Этот контент О детях Ли этот контент И Мало того Что вы это Обязаны А согласно Нового законодательства Ваш канал Не может Насколько я знаю Монетизироваться Если вы Не указали Эти параметры И Каналы для детей Монетизировать Нельзя Так вот Если Вы На канале Находитесь С детьми Это Ваше Нарушение Закона Потому что Для каждого Канала И для каждого Ролика Я указываю Что этот Контент Не для детей Не о детях И не с детьми Поэтому Если вы Решили посмотреть Этот канал С детьми То вы Нарушаете Соглашение И законодательство Установленное Ютубом Поэтому К нам претензии Никакие Предъявлять Не нужно Для примера Вот сейчас Я вам покажу Как это выглядит Здесь вы просто Обязаны Выставить Что это Для детей Или не для детей Поэтому Если мы Материмся В эфире И этот Канал И этот ролик Не является Роликом Для детей Поэтому Претензии О том Что какие-то Дети Смотрят Нас Они просто Неуместны Пожалуйста Уймите Свой пыл И не нарушайте Законодательство Друзья мои Обнимаю Спасибо вам За то Что смотрите Нас Ставите лайки Пишите опять Комменты Можете На это видео Даже писать Ругательные По поводу того Что Герман Опять матерился И опять Гадостей Наговорил В общем Все Я вас Обнимаю И до встречи В следующем Ролике Который будет Уже Через Через Несколько Дней Пока